Мужчина, лет сорок, высокий и загорелый, в строгом костюме, при дорогих часах, читает Форбс. Девушка, лет двадцать пять, миловидная весьма, пыталась читать, но видя безучастность соседа начала пробовать вызвать его интерес, то так сядет, то вздохнет, но сосед ноль внимания. Наконец она его спрашивает. Ну что же вы сидите? Вы же видите красивую девушку, почему же вы не оказываете мне знаки внимания, не ухаживаете за мной, не добиваетесь, не развлекаете меня? Мужчина отложил журнал и говорит. Девушка, а вы любите булочки, хрустящие такие, свежие? Девушка отвечает. Конечно, люблю. Мужчина продолжает. Вы, чтобы их поесть, сами заводите тесто, с мукой возитесь, печете часами. Девушка. Нет, зачем мне это? Я просто покупаю готовый продукт в булочной, времени у меня на пляске с выпечкой нет. Мужчина, вот и я человек не бедный. Перед судебным заседанием ответчик советуется со своим адвокатом. Хочу отправить судье коробку хорошего французского коньяка. Как думаете, это поможет выиграть? Адвокат отвечает. Ни в коем случае так не делайте. Я хорошо знаю этого судью, он честен и принципиален. И дело вы точно проиграете. Прошел суд, и дело выиграл ответчик. Довольный адвокат говорит. Здорово, что мы так легко и быстро выиграли, я не ожидал. Ваш случай был тяжелый, и я был готов к затяжному процессу. Ничего не понимаю. Ответчик. Я таки пренебрег вашим советом и отравил судье коньяк. Адвокат. Что вы имеете в виду? В ответ слышит. Я выбрал самый скверный отечественный коньяк и положил в коробку визитку истца. В суде свидетель давал очень долгие объяснения на каждый вопрос. Наконец обвинитель не выдержал и говорит. Отвечайте только да или нет. Нам тут ни к чему ваши домыслы. В ответ слышит. Но позвольте. Не на каждый же вопрос можно ответить да или нет. Возразил свидетель. Обвинитель недовольна. На каждый? Свидетель. Но тогда ответьте, у вас уже перестали бить ногами заключенных на допросах. Суд. Наши дни. Судья спрашивает. Свидетель, что вы делали 16 марта в 11 часов. 42 минуты. В ответ слышит. Я. Сидел в кресле. С календарем в руках. И смотрел на часы. Следователь подозреваемому. Вы узнаете этот нож? Подозреваемый кивает. Конечно. Следователь. Значит, узнаете. Подозреваемый. Как же мне его не узнать, если вы показываете его каждый день уже третью неделю? Встретились два друга. Один говорит другому. Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости? Второй отвечает. Знаю, он мне тоже пожаловался, что ночью с машины колеса сняли. Мужик заказывает выпивку, добавляет сверху 5 долларов и интересуется у бармина. Какую из девчонок посоветуешь снять на ночь? Бармина отвечает. Вон ту рыжую. Она подруге жаловалась, что Клофелин дома забыла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова